всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в наших краях 8 месяцев в году днем температура 32 34 это в тени а ночью 24 26 градусов то есть единственное время когда можно без особых ухищрений заниматься сыровялом это зима вот сейчас у нас днем плюс 10 плюс 14 ночью плюс 7 плюс 9 дрыхнем с открытыми окнами центрального отопления в доме нет отопленности необходимости камином короче на кухне сейчас не жарко во время процесса фаршосоставления нужно очень тщательно следить за температурой ни в коем случае она не должна превысить 10 градусов а в идеальном варианте вообще остаться на уровне ну там максимум плюс 5 поэтому летом я как правило сыровялом не занимаюсь пойдем уже на кухню и приступим и так сегодня которые колбаски туристские высшего сорта по гост 16 131 это у меня подмороженная до минус 2 градусов свинина плечо не жирная как видите это свиная грудинка большой жирности минимум 75 процентов надо выбирать оговорил а это говядина тоже подмороженная до тех же минус 2 технологическая схема для всех видов колбас по этому госту абсолютно одинаковая сначала подмораживание до минус 2 затем измельчение добавление пряностей соли вымешивание набивка осадка копчение сыровяленье разные колбасы по этому госту отличаются исключительно различными пропорциями сырья и набором пряностей для туристской свиную грудинку надо нарезать кусочками не более 4 миллиметров на производстве этого шпигарески используют а я ножом да еще раз отмечу я уже об этом сказал но повторюсь для всех колбас по этому госту грудинка если она присутствует в рецептуре берется большой жирности то есть мышечных волокон в этой грудинке должно быть не более 25 процентов и и нужно предварительно подмораживать по госту сначала готовится фарш из говядины и свинины если он есть добавляются пряности все вымешивается и на самом последнем этапе добавляется грудинка нарезанная шпигарески в результате тоже подмороженная добавляется она не успевает оттаять и не размазывается по фаршу меня кутера нет приходится приноравливаться вот подмороженные кусочки через мясорубку пропускаю отдельно говядину отдельно свинину а далее надо добавить набор пряностей по госту в него входит тмин свежий чеснок черный перец сахар и нитритная соль чтобы лучше все ароматы и вкусы по фаршу сторониться затру эту смесь в ступке а теперь вымешивание пряностей к фаршу и мешаем и вот только теперь можно грудинку добавить уже нарезанную и в результате вот такой рисунок получается пока конечно не очень внятными будем надеяться что после завяливания получится что-то более интересное фарш оставлен вымешан теперь набивка я для этого использую колбасный шприц китайский обзор на канале было если интересно вот щелкайте и смотрите фарш липкий так что в перчаточках пожалуй удобнее туристские колбаски по гост набивают свиную череву достаточно большого диаметра я ее предварительно замочил в прохладной воде часа на два наверное теперь выдавлю воздух из цевки всю и перевязать конец все можно набивать фарш вода не добавлялась поэтому он идет через цевку очень тяжело нет смысла ее набивать очень плотно необходимую степень плотности набивки я доберу потом при перекручивании по гост длина туристических колбасок 12-15 сантиметров линейкой пользоваться не буду все на глаз набивку завершена теперь осадка она для туристических колбасок совмещена с подпрессовкой так что приложу форму и вот эта крышка будет выполнять роль платформы все перемещаемся в подвал камере для сыровяла и так начинается первый этап завяливание на первом этапе нужно на 5-7 дней колбасу отправить под пресс вот ее положил сюда видите я ее завесил предварительно записался бумажечку для памяти накрою и это это штучкой и качестве прессы будет вот этот молоток у меня выступать все и отправляю ее в свою камеру для сыровяла сейчас там температура настроена в плюс 4 градуса а здесь кстати видите у меня мясо вялится я вам показывал это совершенно замечательная шейка сыра ведь шейка ветчинная сырокопченая есть ролик на канале обалденная вкусная штука просто просто обалденная это и осталось наверно недельки две валятся потому думаю буду и есть так все через 5-7 дней отправлю в эту колбаску на копчение оставайтесь с нами так прошло четыре дня с тех пор как я отправил к на туристскую колбаску подпрессовываться в холодильник при температуре плюс два плюс четыре градуса пора заканчивать это дело ведь я все-таки заменил заменил груз поставил сюда вот такую гирьку маленькую на 8 килограммов не смотрите насколько колбаса сплющилась ведь да вот она стала такая вот плоская все теперь подпрессовывание закончено теперь его просто повешу вялиться здесь у меня вялиться другая колбаса по другим рецептам это вы уже увидите в будущем в скором времени так мы теперь надо как-то подвесить это дело вялиться она будет у меня еще два три дня то есть всего на завяливание колбасы насадку насадку колбасы перед тем как отправлять на копчение должно пройти 5-7 дней важный момент колбаса при завяливании особенно первые три-четыре дня должна висеть так чтобы расстояние между колбасой было хотя бы сантиметров 10 если меньше расстояние будет то будут места где колбаса между собой там соединяется такие будут слипы бурак в таком разрезе встретимся теперь уже на этапе копчения очередной этап с тех пор как я набил колбаски прошло семь дней четыре дня не лежали под прессом остальное время висели в холодильнике при температуре 24 градуса по цельсию пора коптить копчение холодная температура по госту должна быть 20 22 градуса для туристских колбасок время копчения одни сутки коптить буду самодельной коптильни я использую буквы и опилки по госту должны быть опилки лиственных пород бук ольха или дуб все температура выставлена ждем сутки копчения и колбаски приобрели вот такой вид видите жирок пожелтел отправлю колбасу вялиться в камеру для сыровяла на первые 5 7 дней 12 градусов влажность 82 процента плюс-минус 2 затем пониже влажность до 76 процентов при той самой температуре те же самые 76 процентов плюс-минус 2 колбаса будет готова когда потери влаги составит 39 процентов от массы не соленого сырья ждем набивала колбасу все две недели назад и она уже полностью готова такой быстрый результат достигается благодаря небольшом диаметру колбас окна и натуральная оболочка дает себя знать конечно по этой же причине приходится очень ответственно подходить к выбору параметров для сушки то есть влажности к температуре есть у вас помещение очень сухо то очень легко получить брак то есть очень высока вероятность закала вот вам лишний повод озаботиться уже созданием камеры для сыровяла смотрите что у меня тут разрезе ну красота же что касается запаха и вкуса я уже вчера попробовал сознаюсь честно это классический вкус сыровяльной колбасы то есть она солноватая она такая сухая жирок очень ароматный вкусный перец встречается крупный относительно крупные это классная колбаса как по мне так даже наверное вкуснее чем то броншфейскую которое вам показывал ссылочку повешу если не забуду найдете на канале в сыровяля ну и очень очень для меня приятное качество то что она готовится быстро и при этом на удивление обладает достаточно ярким вкусом то есть не какой-то там супер-пупер конечно яркий но это безусловно так албаса которую стоит делать и наверное сразу стоит делать много хранить ее конечно нужно в холодильнике завернул сначала в пергамент а потом наверное в пакет для того чтобы она со временем холодильник не пересохла хотя возможно что и в сильно сухом состоянии она сейчас такая вот жесткая возможно что сильно сухом состоянии она будет по меньшей мере по меньшей мере хороша марка даже лучше почему потому что достаточно большое количество жира и это большое количество жира я не даст там ощущение такой вот прям на жуткой сухости какое бывает у пересохшего мяса типа бустурмы к примеру короче это классная колбаса и я вам рекомендую приготовить потратьте свое время конечно заботившись специально условиями для завяливания это позвольте вам попрощаться напомню вы помните промокод фреско скидки спасибо за компанию всем пока молодец